Никита Хотянцев – командир отряда добровольно-народной дружины «Развилки». Ему и его единомышленникам удалось возродить это общественное движение в поселении. Дружина создалась в 2015 году, была образована, соответственно, группой инициаторов, тех, кто еще в 60-е и 70-е годы патрулировал, когда дружина была на каждом заводе, в каждом рабочем, так скажем, поселке и так далее. Вот они продвинули, эта дружина администрация поддержала, и была создана «Развилковская народная дружина». Первые добровольные народные дружины в Советском Союзе были сформированы в 50-е годы 20-го столетия. Они создавались практически во всех трудовых коллективах на основе первичных профсоюзных, партийных и комсомольских организаций. Товарищ Суслик, у вас главным будет? Нет, нет, я не... Без разговоров, товарищи. Сказано «идите», значит «идите», «идите» и «идите». Большое спасибо. До свидания. В 90-е годы Институт добровольных народных дружин был утрачен. В 2014-м, когда вступил в силу федеральный закон об участии граждан в охране общественного порядка, началось их возрождение. Прошли штатные, организационно-штатные изменения в структурах Министерства внутренних дел. Нагрузки на участковых возросли, значительно увеличилась численность закрепленных жителей, охват территории. На сегодняшний день в региональный реестр внесено более 100 народных дружин. Среди них и Развилковская, Ленинского муниципального района. Я в дружине уже полгода. Во-первых, я люблю поселок и как активный гражданин хочу участвовать в программе безопасности нашего поселка, наших селений, всех. Территория Развилковского сельского поселения большая. В состав муниципалитета входят еще и семь деревень, в которых дружинники также осуществляют патрулирование. Сегодня патрулируем Развилку, Картино-Дроздово и село Беседа. Соответственно, делимся на две группы по четыре человека. Поддерживаем связь. Думаю, что мы сегодня справимся, хотя территория у нас будет большая достаточно. В отряде Добровольно-народной дружины Развилки 18 человек разного возраста. Два раза в неделю охранники общественного порядка выходят на улицы своего поселения. В поселке Развилка в этом году будет праздновать 70-летие поселка. Соответственно, мы так же, как и все организации на поселок, к этому готовимся. У нас в планах очень много мероприятий. У нас в основном эти мероприятия по патрулированию, поддержанию общественного порядка. А вот в поселке будет много культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий. Администрация Развилки всячески поддерживает общественников. По итогам каждого квартала дружинникам выделяется денежное вознаграждение. Это, конечно, приятно, но, думается, людьми движет не меркантильный интерес, а не просто патриоты своей малой родины. Людмила Медведева, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!